Я уже даже забыла, когда я нажимала на выключатель. Для постановки дома на охрану нам надо активировать пульт. В какой-то мере мы стали заложниками комфорта и приятных привычек. Алиса, я ухожу. Ну, пока. Привет, меня зовут Светлана и хочу показать наш новенький, ну почти новенький дубль-дом. Обычно дубль-дом покупают как основной дом и обычно это молодежь. У нас немножко не так, потому что мы, большая семья, достаточно 5 человек, я, муж, трое детей, собака, переехали жить за город и мы стали искать дом, который можно поставить быстро. Моя старшая дочка показала мне картинки дубль дома и нам с мужем он очень понравился. В те времена нам пришлось ждать его еще в очереди, но все равно это было намного быстрее, чем строить самостоятельно. Очень нам нравилось, что этот дом такой открытый миру и природе. Все эти окна, то, что со всех сторон можно наблюдать природу, было для нас очень важным, раз уж мы переехали из города. В начале здесь жила моя старшая дочка со своим молодым человеком и ей тоже настолько нравилась концепция дубль дома, что она сказала, хочу жить, мне вообще не нужны никакие шторы, пусть все будет открыто. Но когда я стала говорить с бабушками о том, что вот они приедут и будут жить тут, они сказали, нет-нет-нет, мы не можем без штор, мы жить не можем и не будем. И поэтому мы сделали шторы, а управлять, открывать эти шторы довольно сложно здесь. Поэтому мы сделали автоматическое открывание голосом, и это очень удобно. Когда мы покупали дубль дом, я даже не знала, что такое умный дом, и никогда его не видела ни у кого из моих друзей. Такого нет. На сайте дубль дома я прочитала о том, что этот дом можно сделать умным, управлять шторами, батареями, чтобы теплый пол, регулировать в нем температуру удаленно. И нам очень понравилась эта идея. И как только дом был поставлен, и мы начали туда завозить мебель, мы стали думать о том, чтобы сделать этот дом умным. И тогда мы пригласили компанию ZWF.me, которая нам и сделала этот дом умным. К хорошему быстро привыкаешь, и мы все очень быстро стали автоматически открывать-закрывать шторы, включать-выключать свет. Я уже даже забыла, когда я нажимала на выключатель. Привет, меня зовут Владимир, я партнер-инсталлятор компании ZWF.me. Стояла задача автоматизировать этот дубль дом. Здесь установлено оборудование на протоколе ZWF. Все беспроводное, все модули устанавливаются за выключатели. Используется оборудование производителей Fibara, Filio, Aiatek, Hitit, Hydralog. А также охранная сигнализация компании Ajax. Задача стояла сделать все быстро, потому что дубль дом сам производится быстро, делается быстро. Мы зашли в уже готовый дом, когда уже заканчивалось, уже расставляли мебель. Монтаж оборудования занял около 3-4 дня максимум с полной наладкой, с доставкой там Яндекс.Колонок, с наладкой всех команд Алисы. Ничего не надо было переделывать, то есть мы использовали существующую электрику, которую уже предоставила компания Дубль Дом. Устройство Filio, одинарные реле, двойные реле, установлены прямо за выключателями. То есть этим выключателем можно пользоваться. Он будет работать как выключатель. Им можно управлять с помощью телефона из любой точки мира. Можно попросить Алису, чтобы она выключила свет в гостиной. Алиса, выключи свет в гостиной. Свет выключается. Этот свет мы можем просто потом прийти и включить выключателем. Также здесь у нас есть универсальный пульт IOTech на 4 клавиши. Он используется для сценариев, чтобы не ходить по дому, не нажимать каждый выключатель. Можно нажать одну кнопку. У нас во всем доме выключится свет, ну и закроются шторы, если они будут открыты. Также тут у нас есть охранная сигнализация ЯКС. Это беспроводной пульт для постановки снятия с охранной системы. Что у нас еще? Здесь у нас есть датчик открытия двери. Также в него встроен датчик температуры и влажности. То есть можно следить за температурой в помещении. И также на этот датчик завязан сценарий, что если у нас вечер, если темной свет выключен, при открытии двери у нас свет в гостиной включается. Для постановки дома на охрану нам надо активировать пульт. Можно приложить брелок. Он его считывает. Мы ставим дом на охрану. И тут же приходит уведомление на часы, что дубль дома у нас под охраной. Также можно и там поставить дом и снять дом с охраны, набрав код. Вот. Можно приложить брелок и снять с охраны. Для того, чтобы в темное время суток было комфортно заходить в дом, там не искать выключатели, там не звать Алису, при открытии двери у нас автоматом при входе в темное время суток, повторюсь, автоматически включается свет над входом. За состоянием двери тоже можно всегда следить удаленно. Можно настраивать там различные сценарии, что забыл закрыть дверь. Всегда в телефоне, в режиме онлайн можно наблюдать. Дверь у нас открыта. Меняется индикация на открытую дверь, либо дверь закрыта. Ты всегда можешь быть уверен, что двери, окна у тебя закрыты, если оборудовать каждое окно этим датчиком. Вот так выглядит электропривод штор. Тут у него, вы видите, антенну, подключение в коробочке, в белой спрятаны у нас модули для управления. Если мы попросим Алису, Алиса, открой штору слева. Она у нас откроет именно штору слева над входом. Если младшему поколению, конечно, больше всего нравится включать-выключать музыку, делать какие-то сценарии освещения, то для меня еще важно, что здесь установлены датчики протечек. Я уверена в том, что ни посудомоечная машина, ни бак ничего не протечет. А если протечет, то вода будет перекрыта сразу. В санузлах у нас установлены умные термостаты теплого пола, которые могут работать как в ручном режиме, так и в автоматическом. Также можно управлять и с Алисой, и с телефона, и по сценарию, и в холодное время года, и в теплое время года все работает в автомате, включается-выключается. Еще в санузлах установлен один из самых важных элементов умного дома и безопасности. Это система защиты от протечек. Под возможными местами протечек установлены датчики протечки. Стоит привод перекрытия воды, чтобы в случае прорыва трубы, крана, у нас не испортилась отделка. В случае протечки у нас система автоматически перекрывает и отправляет уведомления хозяину на телефон. Вот сейчас мы инициируем сработку датчика протечки воды. Тут же придет оповещение о протечке. Будет написано, где произошла протечка. И перекроется вода. Также удобно, что когда, например, в доме никто не живет, можно делать температуру ниже. Таким образом экономить электричество. А когда уж тут люди живут, тогда очень комфортно, что батареи включаются-выключаются, поддерживая установленную температуру в спальнях. Это очень помогает комфортной жизни. В спальнях, как и во всем доме, у нас установлено управление освещением. Можно включать свет, выключать с телефона, с Алисы, с выключателя. Также в этой спальне у нас есть санузел, в котором также установлена защита от протечек, стоят датчики протечки. Установлен термостат теплого пола. Также в спальнях установлена система управления отоплением. Мы управляем батареей с помощью беспроводных термостатов. Чтобы его включить, мы подносим к нему руку. Он зажигается. Это сделано для экономии батареек, чтобы быстро не сажались. У нас указывается температура в помещении. Также указывается уставка, которую мы можем регулировать. делать меньше температуру. Выставляем, например, 20 градусов. И у нас автоматически выключается батарея. Все управление происходит с пульта. Мы можем увеличивать, уменьшать температуру. Также мы можем это делать с помощью телефона. Удаленно, с любой точки мира можно поддерживать температуру. Например, при сценарии «я в отпуске», у нас автоматически понижается температура до 10 градусов дома, чтобы не тратить лишнюю энергию. Дом автоматически поддерживает температуру 10 градусов от замерзания, чтобы не промерзли трубы. Когда мы поняли, что мы хотим установить систему умного дома, мы с мужем решили, что мы хотим все возможные функции, которые только могут быть. И выбрали компанию Z-Wave.me. Ребята нас проконсультировали. Выяснилось, что, чтобы установить эту систему, не нужны никакие провода. Она сразу легко интегрируется в дубль дом, что тоже нам очень понравилось. Установка была приятная и комфортная. Ребята приезжали, все делали сами. Ничего от нас не требовалось. Общаться было очень приятно. И, наверное, за недельку все мы закончили и были очень довольны. Все то, что мы хотели, все так и работает. Все действует, всем мы пользуемся. Все нам нравится. В какой-то мере мы стали заложниками комфорта и приятных привычек. Потому что однажды, когда Алиса что-то вышла из аккаунта и не работала, мы были как без рук. Долго искали пульт, чтобы открыть, закрыть шторы. Оказалось, что это очень неудобно. Свет приходилось включать руками. Алиса, я ухожу. Ну, пока. Продолжение следует...